Приветствую вас. Вопросов, которых вы задаёте два. Первый вопрос. Как развиться между собой интуиция? Что такое интуиция? Если определять интуицию наиболее узко, то это принимание части за целое. Словно говоря, если вы видите часть какого-то рисунка, то вы можете за счёт образного впечатления, за счёт воображения представить себе, что по сути дела он из себя представляет целиком и полностью. Да, вы можете в этот момент ошибиться, да, вы можете неправильно дать характеристику этого рисунка, этого предмета, этого образа, но, тем не менее, интуиция всегда это принятие части за целое. И поначалу вам будет это делать сложно, но если вы будете учиться, если вы будете постоянно пытаться это сделать, то есть доверять своему вот этому интуитивному чувству, то со временем ошибки помогут вам на подсознательном уровне исключить их вероятность, ну или по крайней мере снизить до минимального. То есть понятно, что вероятность это всё-таки будет всегда, но, тем не менее, вероятность это будет минимальность. Дальше. Следует сказать ещё немножечко о том, как работает интуиция сама по себе. То есть человеческое сознание не всегда видит полную картину мира, не всегда человеческое сознание способно воспринимать целиком и полностью окружающий мир и явления. И вообще, говоря, это нормально совершенно, потому что, ну, так чувствует человек, что всего он видеть не способен, не может и так далее. Но это совершенно не значит, что подсознание не работает так. На самом деле, подсознательное человек воспринимает гораздо больше, и интуиция это всегда то, что подсказывает подсознание. Правда, подсознание, так же как и сознание, подсознание может ошибиться. Но, так же как человек сравнительно может научиться делать правильные выводы из тех или иных посылок, так и подсознание можно обучить как можно меньше совершать ошибок. То есть, здесь все вопрос техники. То есть, если вы прислушиваетесь к себе, вам нужно, при условии, что это вам не вредит, при условии, что это, знаете, не вопрос какой-то такой жизни и смерти, да, где ошибка, это вот, ну, прямо проблема, да, то есть, ошибка, это прямо откровенный вам вред. Если это не так, то просто-напросто тогда вам нужно тренироваться в этом направлении и действовать вот таким образом, чтобы, собственно, учиться тренировать свою интуицию. Я полагаю, что именно так можно вам рекомендовать развивать именно то, о чем вы говорите здесь. Дальше. Дальше. Дальше речь идет о том, чтобы избежать вопросов, которые вы не ставите после принятия решения. Спасция заключается в том, что в тот момент, когда вы принимаете решение, вы находитесь в самой ситуации. То есть, вы находитесь в качестве субъекта, когда вы принимаете решение, начинаете действовать, и когда вы, по сути, уже, как бы, произвели какой-то вот набор действий, алгоритм действий, вы получили результат. И вполне вероятно, что вам этот результат, ну, вообще говоря, не понравился. То есть, вы увидели, что результат ошибочный. И вы, наверное, начинаете думать о том, что вот, мол, вы могли изменить что-то, а могли поступить там, не знаю, по-другому, могли принять другое решение, и тогда у вас все было бы хорошо и так далее. Если вы так думаете, то спешу вас немножечко расстроить, ибо правда заключается в том, что человек, находящийся в позиции субъекта ситуации, и человек, находящийся в позиции наблюдателя, это два разных качественных положения по отношению к окружающему миру. И здесь нужно, по возможности, конечно, понимать, что когда вы находитесь в ситуации, когда вы являетесь субъектом, это одно. И у вас, вот, вариантов, вариантов развития, как бы, сценария, вариантов принятия решения, возможности выбора, гораздо меньше, чем тогда, когда вам видится уже в позиции наблюдателя. Но в позиции наблюдателя за более, так сказать, широкий круг относительно возможных решений, приходится платить невозможностью повлиять на ситуацию. То есть, да, решения какие-то вы видите, но повлиять на них вы уже не можете. И, соответственно, возникают парадоксы. Вопросы возникают у человека тогда, ну, в данном случае, вот, у вас возникают вопросы тогда, когда вам хотелось бы принять верное решение, но после того, как вы его приняли, ситуация показала себя в другой стороне, и вам начало казаться, что вы могли бы поступить иначе. И, правда, в том, что вы не до конца, ну, человек не может до конца отойти от восприятия себя в качестве, собственно, субъекта. И, будучи наблюдателем, уже, по факту, психологически, еще воспринимает себя в качестве субъекта. И из-за этого и возникают все проблемы. Если вы для себя определите достаточно четко, что все вопросы, которые у вас возникают, это связано именно с позиционированием себя в качестве субъекта, психологически, но по факту вы очень наблюдатель. И если вы поймете, что когда вы становитесь наблюдателем, вы уже никак не можете на ситуацию повлиять, если вы вот это для себя поймете, если вы вот это делаете своим, как бы, мышлением, частью своего мышления, ну, вообще говоря, вам будет гораздо проще избегать вот этих вот аспектов, связанных с вопросом. Хотя вопросы, которые возникают после интуитивного решения, это еще не конкретное действие. Это сомнение. Это как раз-таки потребность в позиции более широкой по отношению к возможным решениям. Но этой потребности у человека, к сожалению, никогда нет и быть не может. По крайней мере, до тех пор, пока он находится в позиции наблюдатора. Ой, пока он находится в позиции не наблюдатора, прошу прощения, а в позиции субъекта. И лишь только становится это возможным, когда же человек переходит в позицию наблюдатора. Но это уже качественно иной момент. Конечно, сомнения у человека есть всегда, и на сомнения нужно смотреть достаточно философски, то есть воспринимать их, эти сомнения, нормально и адекватно. То есть в них ничего дурного нет, сомнений. А вот сомнения, напротив, нужны человеку для того, чтобы была мотивация принять более верные решения. Если сомнения мешают принять решение, откровенное решение, если человек откровенно мучается от того, что не может принять его, то в таком случае можно говорить о том, что у человека есть неуверенность в себе. И тогда, если эта неуверенность в себе имеет место быть, то с ней нужно работать как с отдельным симптомом, отдельным, так сказать, отдельной проблемой, которая, ну, мешает человеку вести нормальный образ жизни. Пожалуй, на этом можно, в принципе, закончить. Я ответил на ваш вопрос наиболее полно, так как он видится мне, потому что, ну, вообще говоря, вы его задали достаточно в общем виде. Но я пытался раскрыть все нюансы, надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы дополнительные остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи.